настоящее наше народное советское переходно советское сссрское семейное блюдо о не режь на столе не знаю очень сильно захотелось заностальгировал хлеб что-нибудь хлеб там сало водка можем без хлеба без сала зажрался сучок новый сезон мега-шоу боев автомобилях коржицу большое гран-при с денежными призами и главным призом автомобилем неужели это правда зрители сами в шоке и важный очень приятный нюанс этого сезона гран-при полностью женская некоторые люди высказывают сомнения по поводу женского вождения за рулем а вот сейчас борьба в автомобиле нужно смотреть делать выводы а так же в этом выпуске шоу матч джефф модсон против или колганова жизнью наученные 50-летние борцы тяжелые люди по 100 килограммов салон автомобиля основательно потрепался такое шоу соответственно обязательно к просмотру по ссылке внизу коржицу эксклюзивно на рутюб хочу сидеть а я не знаю я жду когда мне на краполит году закуда какой я уже мясо поел закуску наложила что-то наливает ничего так мы закусили поэтому надо еще приготовить давай еще приготовим когда нальешь уже у меня уже терпение кончилось уже нервы на пределе настоящее наше народные советское переходно-советское сссрское семейное блюдо постсоветское постсоветское современно на глубинное россиянское мы очень готовим с батей батя символ всего ржавого да почему не обидно да ладно не обидно нормально все правильно сказал ржавая ржавая молодость просто ржавая молодость я вспомнил сразу думаю надо же короче мы готовим элитные вкусные макароны пофлотски пофлотски да это я знаю это классика любишь такое конечно сколько его выжрано сколько закусано им ты чё это ж хорошая закуска макароны пофлотски это хорошая закуска она такая сытная что первое пол-литра залетает не замечаешь знаешь чем мы в качестве мяса будем использовать стейк а чё ты вот эти эпитеты раскидал постсоветское с россиянское сссрское и стейк хочет нашинковать туда буржу и ти его мать а уже в это воскресенье финал чемпионата мира по футболу аргентина против франции мои друзья компания фонбет считает что у обеих команд равные шансы на победу французы могут быть всего третьей сборной мира которые выиграли два титула чемпионов мира подряд и конечно же многие болеют за аргентину и одного из лучших игроков в истории футбола лео месси матч точно будет ярким а повысить интерес к этому матчу можно с моими друзьями из компании фонбет просто регистрируйте фонбет с промо-кодом сарычев и забирай сочный фрибет 2000 рублей приложение услышал про макароны по-флотски наш это сердце застучало а он один хер хочет стать туда нашинковать я говорю одного куска хватит чтобы конечно хватит и чё ты жирно будет два куска пока у нас вскипает водичка нам нужно сделать фарш фарш нужно параллельно будет приготовить час а где вот это советская вот чтобы вот так вот встал шапу тебя все суставы повылетали меня ты будешь так вот и крутить бы вот так вот чтоб она лезла посошли я накачался первые мои мышцы были с мясорубкой саруки правильно там так крутишь крутишь лишь бы не сирануть вот так вот стоишь блять там 100 вот так вот прыгает а ты вот ее крутишь этом фарш и раз и потом кот еще прыгает тазик с этим с фаршем задевает тазик этот на пол мать пока в огороде ты бегом это все подбираешься собираешь чтобы не дай бог никто не увидел а так вот прям как будто на пророчил да ну не не поваляешь не поешь все все верно и вот и и главное не помыл хочу сделать то что за то зачем получал просто по лицу дома не режь на столе ну ты же оставишь следы или ты специально не дорезай чтобы следы не оставлять а нет у нас все задевает не режь на столе хорошо когда те уже за 30 ты уже мой стол чуха от мамы съехал можно уже и стол порезать и все там стул поднять с пола два стула одной рукой зубы не чистить за собой не смывать только там наверно половина стрипалона внутри осталось до хера лайфхак для мясорубок чтобы мясо не оставалось в системе вот на ножах там везде вот этих патрубках на вот этой макаромыслили как это называется вот эта деталь лук лукавицу бросаешь чё за макароны это это типа италия барея барила если мы это металли это не самые поганые я бы сказал макароны винтовые вот как сверло короче непонятно так ты мне скажи чё у тебя за спортивный костюм где ты такой раритет откопал это новодел но какой смотри ухты вышивочка о герб советского союза пролетарии все страны это мы сами делали пейнткиллер что это да вот нифига себе пейнткиллер смотри как импорта заместил ссылочка в описании какого года восьмидесятого шестьдесят шестьдесят такое любимое у тебя блюдо там было в союзе пюре с котлеткой как часто не каждый день конечно но ел пюре с котлеткой это вот классика может я все смещеночки чем прикол того что мы из 3 полой на это делаем он во-первых сейчас очень быстро приготовится он очень жирный практически масло в принципе масло 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 ты уже закидываем уже готов почему именно макароны по-флотски мы сегодня готовим блин не знаю очень сильно захотелось заностальгировал как часто ты готовишься блюдо я редко готовлю жена готовит я буду готовить есть фирменное блюдо который я готов на того макароны по-флотски я могу ну типа хорошо получается типа а так ну шашлык я могу приготовить без проблем яичницу пожарить могу омлет могу сделать картошку сварить в мундире могу без мундира могу пюре могу пожарить картошку с салом с шкварками вкусно ногу селёдку купить солёную могу сам засолоть могу рыбу пожарить карася поймать пойти почистить выпотрошить пожарить две минуты готова две минуты 2 минуты для у тебя чё поблюдо фирменов я на самом деле шедеврально готовлю любую с помидорами с луком с морковью долю будут вам лет вот мне еще никто никогда не делал яичницу такую как вот я могу сам себе делать у меня есть ощущение что я сам себя превзошел надо чуть дать подышать потому что они прям очень влажные прям я чувствую что надо так подышать ни хера вот честное слово попробуй пожалуйста пригорело по тефлона давай ложкой хорошо пошлить стефлона отлично мама меня за это ругала дорогая сковородка стой а это есть помидоры огурцы за этот водка мидора бурсы везутся хлеб что-нибудь хлеб там сало водка можем без хлеба без сала вот ты попробуй сначала скажу нужно будет еще водка после этого я бы вообще с удовольствием будет попробовал бы если бы что было что попить только нужна твоя честная оценка я не буду врать первое блюдо которому сегодня готовили все-таки повкуснее а это более будет но среди в макарон по флотской она не топовая я забыл когда я такие вкусные ел макароны по флотской опять же это будет звучать как понятно ну пойдем пойдем за нашей ложкой а чем еще я вообще все ем ложки для вилкой мне в ресторане чуть приносите вот эти ложку не я вилкой особенно салат принципиально вкусно по сути вкусно по сути ну не то чтобы по вкусу вкусно но по сути вкусно значит смотри даюсь разбирать макарошки отлично сварены мяско их дополняет суховато нет не суховато да по-моему топ получилось очень вкусно очень вкусно мы сейчас сделали получается это у нас стейк стриплоин фарш перец соль вообще без лука без всего и макароны которые мы просто сварили вот это я понимаю я честно говоря вообще не сторонник много специй потому что особенно вот индийской кухне знаешь что-то ой это вообще хари-мари блин ой блевать охота индийская кухня это ужасно а что самый дерьмичный пробовал слушай ну тут сложно сказать ну если там и специфического вот эти вот конфеты есть финские или какие-то черные такие вот погонь тоже ой не дай бог погонь черный конфет таки вонючий ошел лакрица лакрица ой блядь тебе сейчас расскажу мы были в исландии с товарищем джо биченовичем взяли не сирв стрёминг а харкаркал какой-то акула их тухлая и я купил жвачку с лакрицей просто по приколу ну все секрет харкаркал ну отвратительная гадость вот я выплюнул луценко съел сплакал сидел долго блядь вот ну отвратительно невкусно я говорю давай жвачку зажуем мы начинаем жевать жвачку с лакрицей я бы лучше вот эту акулу тухлую просто губы поцеловал бы такая какая я не знаю кто любит лакрицу как можно любить лакрицу ну блядь ну вот эти индийская кухня очень много там невкусного индийской да из-за их вот этих специй но она не то что прям как сказать не блюешь но и не получаешь удовольствие си-фуд вот этот морская еда нашинкую туда вот это вот тоже погони морской вот когда с жареным рисом вот это все там она и я не люблю жареный рис это были это извращение жареные пельмени да нормально а вот из советского я даже ничуть и не поругают вроде все вкусно а советский блюд самых такие самые зашкварные ты какие помнишь знаешь скорее вопрос от того кто приготовит вот может через жопу приготовить те же макароны по-флотски жрать невозможно будет холодец вот бывает вкусный холодец и бывает как блевота замороженная я бикус армейский правда поэтому в советском союзе конкретно вот какого-то блюда чтоб не капуста вот квашеная тушеная квашено тушеная вот тут бывает что прям жрать невозможно я мать очень вкусно как не ну ее можно вкусно приготовить а можно испоганить так что реально же мы ели при тушеную капусту она сначала квашено было потом еще тушил у нас мясо маман просто тушил капусту просто тушеная капуста мы просто ели с хлебом ну да это будет как ты чё я только в 25 узнал что картошка это гарнир я думаю это основное блюдо все эти мясо было через праздники только ели когда голодный все вкусно честно когда куриное бедро в специи в мазике запеченое в перце виталик сейчас бедра вообще не ест почему вот охерел то буржуй херов все ему уже ему это уже лень а че отделять от костей он уже чисто филейку зажрался сучок фу блять а сам че макарон не ешь зажрался почему так ты мне стейками накормил зараза и теперь еще не я поем просто мы же разговариваем набитым ртом что ли разговаривать самое любимое блюдо которое мать очень редко готовила называлась хе соевое под уксусом мясо как-то нарезано мам а помнишь блюдо называется хе ты готовила а из чего оно сделано что там какие ингредиенты отварная говядина потом нарежется эти соломкой морковь жарится лук жарится перчить и разводить уксус и уксусом ее и она должна стоять гасишь уксусом все это выпуск был про элитные макароны про хвостки очень вкусно как не ешь уже не дави себя рекоменда я хочу мне в смысле как я сытый но мне хочется еще поесть вот чисто из принципа ну потому что я просто надо быть в ресторан потом эти так и сэкономлю полторы тысячи